В городе Кириши Ленинградской области предцентральной районной больнице открылось окно жизни, иначе называемый «бэби-бокс». Это первый анонимный приемник для новорожденных детей на территории области. В инициативе, вызывающей общественную дискуссию, но реально способную сохранить жизнь младенцам, чьи матери чувствуют себя в безысходной ситуации, рассказывает Кирилл Хефиц. Конструкция окна жизни предусматривает закрытие наружной дверцы менее чем за 40 секунд. За это время внутреннее пространство приемника даже зимой не успеет охладиться. После закрытия наружной дверцы родителю, решившемуся на этот отчаянный шаг, дается еще 30 секунд на раздумье. Затем дверца блокируется, и на пост дежурного медицинского персонала поступает сигнал. Таким образом, малыш уже через полторы минуты окажется на руках у медицинского работника. Когда начинался этот проект, конечно, было необходимо его согласовать с достаточно большим количеством людей, и услышать их мнение, может быть, мы в чем-то ошибаемся. Но за год к нам обратилось 16 человек, которым мы реально помогли женщины на каких-то сроках беременности или уже с детьми, и одного ребенка положили в бэйби-бокс. Первое, что видит мама, решившаяся на отчаянный шаг, это телефоны городских социальных служб, куда можно обратиться в трудной ситуации. Очень важно, что за каждым телефонным номером закреплены сотрудники, согласившиеся участвовать в проекте, и готовые прийти на помощь. Это главные условия успешной реализации проекта. Таким образом, монтаж самой конструкции окна жизни в стену медицинского учреждения лишь завершает процесс поиска и объединения людей доброй воли. Нужно, чтобы люди, которые занимаются этой проблемой, подходили к этому от души. То есть мы никого не призываем, никого не уговариваем, никого не просим, давайте вам поставим бэйби-бокс. Нет, это не так происходит. То есть сами проявляется какой-то человек, например, иногда студенты звонят, говорят, мы посмотрели вот такой случай передачи, мы хотели бы как-то организовать. То есть нужно, чтобы созрели какие-то люди, которые готовы дальше сопровождать этот процесс. Сегодня окна надежды установлены во многих городах России. Нельзя сказать, что само наличие таких приемников решает проблему убийства новорожденных детей. И сотрудники благотворительного фонда «Колыбель надежды» отдают себе в этом отчет. Бэйби-бокс – это предохранитель в цепи трудных жизненных обстоятельств, сохраняющий ребенку жизнь. Здравствуйте, мы не хотим отказываться от детей. Но и дальше с каждого своя страшная история. Девочки все достаточно хорошие. Просто действительно сложно. И оказавшись, поставив себя на их место, я считаю, что я бы тоже не отказалась от такой помощи в этот момент. Один мальчик у нас родился в апреле. Один был трехмесячный, мы его покрестили. То есть направили там, мы с жильем решили вопрос, получили детских пособий. Организовали. Понимаете, ведь не надо давать деньги. Это ведь не самое главное. Надо давать инструмент для того, чтобы они могли обеспечить свое существование и как бы настроиться на правильную волну в жизни. Установку бэйби-боксов общественность приветствует не в каждом регионе. Но на всеобщем внедрении своего опыта сотрудники фонда «Колыбель надежды» и не настаивают. Так же, например, как во Владимире, когда был установлен бэйбокс, буквально через неделю приняли решение о создании кризисного центра. Хоть они против бэйбокса, но они решили создать кризисный центр, то есть они уже сделали этот шаг очень положительный и хороший. Вот это важная работа бэйбокса. Она даже такая может быть косвенная, но это тоже для нас результат. Кирижское окно жизни – десятое по стране. И в каждом регионе обстоятельства реализации этого проекта индивидуальны. Непреложным условием остается одно – бэйби-бокс устанавливается исключительно в медицинском учреждении, потому что ребенку может потребоваться медицинская помощь и, возможно, экстренная.